так все запись пошла так друзья это второй вебинар идет у нас поддержку курса сайтис сам курс пока еще не стартовал то есть мы набираем народ ищем проверяющих так далее вот адрес курса вы видите ppc-sai.ru слэш база вот ну и соответственно ссылочки внизу в социальных сетях и так далее так так опять тот же самый дисклеймер да то есть сразу заранее хочу снять себя какую-то часть ответственности среди несогласных да с какими-то моими выводами и так далее я не являюсь профессионалом то что касается профессиональной области вот но при этом я достаточно профессионально умею работать с данными да поэтому а это я считаю сейчас главнее сейчас более более универсальный более ценный навык вот который пригодится там человеку наверное из любого области да там биология банковская отрасль ритейл там то есть работать с данными это абсолютная ну как говорят новая латынь да то есть это навык который нужен абсолютно всем людям в принципе про работу с данными как раз вот проект итак смотри с чего я хочу начать скоро будет такое явление вот мы будем наблюдать мы на самом деле уже наблюдаем просто пока не все понимают это обнуление опыта вот сейчас очень часто когда вы приходите куда-то за какую-то услугу и так далее вам начинают говорить про десятилетний пятнадцатилетний и так далее там трехлетний пятидесятилетний опыт вот на самом деле это сейчас опыт в традиционном понимании не будет таким критерием важным как раньше да потому что опыт у нас скажем так размер опыта будет определяться размером датасета да то есть набора данных вот почему именно будет происходить это обнуление но эта модель портера да кто проходил маркетинг там университете или читал самостоятельные книги да у нас есть силы портера так называемые которые эта модель она в принципе универсальная и никто не отменял и наверное ее актуальность наоборот будет возрастать то есть как только рынок входит в зону там турбулентности изменений да соответственно вот эти силы они начинают все большую роль играть то есть это власть поставщиков новые игроки власть покупателей продукты заменители вот с чем это связано да вот это обнуление опыта первое с изменениями самих самих поисковых системах интерфейса так сейчас ребята прямо одну секунду подождите так чем связано это первое это смея самих самих поисковых интерфейсах то есть сами интерфейс да вы знаете сейчас меняется типа аукциона да там формат объявлений так далее то есть вот сами поисковые вот эти вот как бы движки да движки интерфейс да взаимодействие это все будет очень сильно меняться вот дальше с внешними факторами это активность конкурентов да это понятно в принципе всегда актуальный фактор изменение технологий изменение потребителей и их опыт ну например если раньше у вас какие-то инструменты работали просто потому что люди там не умели например искать у них не было каких-то приложений или настройка в браузере то сейчас вы знаете да есть браузер и прям показывает более дешевую цену и так далее какие-то кэшбэки вот соответственно вот мой тезис мой тезис в том что вот опыт да традиционно человеческий да я имею в первую очередь ввиду она будет обнуляться и в принципе если у вас человек который работает с данными например год да есть человек который в этой отрасли работает на 15 лет вот интенсивность скажем так получение опыта за счет больших данных за счет эффективных алгоритм то у человека который работает был он его может быть гораздо больше но как бы но инструменты могут гораздо точнее эффективнее работать просто за счет того что он как бы у эффективно использует рычаг то есть эффективно используя данные эффективно используют инструменты, которые есть в его распоряжении и так далее. Итак, ребят, донес я тезис? Плюс ставьте. Плюс-минус. Минус понял, плюс не понял. То есть небольшой интерактив, вас немного, но как бы все равно. Все, отлично. То есть, по сути, еще раз, опыт будет определяться. Это важно понимать. Набором данных, которые у вас есть. И, в принципе, инструментом. Машина обучения или это будет какая-то статистика обработки. Не важно. Вот я шуточку небольшую привел. Это шутка, насколько я знаю, про проектных менеджеров. Типа проект, то есть 9 женщин не могут выносить одного ребенка за месяц. Но у нас как бы обратная будущая ситуация. То, что, в принципе, если вы загрузите какой-нибудь большой датасет, например, за 20 лет, накопились у вас какие-то данные, то вы сможете как раз какие-то неочевидные зависимости оттуда извлечь. То есть, много информации, которые скрытые, которые нельзя было человеческим, скажем так, восприятием определить. Они у вас, машина это может сделать. То есть, вытащить вот эти взаимосвязи и так далее. Вот, поэтому, собственно, рекомендую не вестись на опыт и так далее. Потому что опыт будет, на самом деле, определяться данными и умением вашим с ними работать. Мне очень нравится Сет Годин. Ребят, кто-нибудь читал Сета Година, Фиолетовая корова, либо там еще Доверительный маркетинг? Ну, вообще, рекомендую его книжки. Это маркетолог, американский, очень известный, то есть, гуру такой. Ну, гуру в хорошем смысле. То есть, я гуру. Ну, вот. Ну, у него классно читается, то есть, очень легко он пишет, вкусно. Рекомендую. Вот. Есть такой журнал InCrosha, да, очень качественный ресурс. И вот этот Сет Годин, а он такой, знаете, он такой инноватор, да. Он, как сказать, футурист, да, визионер. То есть, он, ну, как бы в будущее смотрит. То есть, он разрабатывает завтрашние инструменты. То есть, да, на Западе он считается человеком, который оперирует, ну, не только сегодняшними инструментами, но и формирует, вот, видение завтрашнего дня. Поэтому, то есть, к Сету Годину, к его каким-то прогнозам нужно относиться очень, ну, как бы, с большим доверием. Вот. Для меня таких, в принципе, несколько человек есть. Но вот Сета Година можно отметить в маркетинге. Еще есть Кьел Нордстром. Это бизнес-телефанг. Вот. Он вообще считается одним из главных в мире, одним из самых точных людей, которые предвидит будущее, да. Он выступал, там, на Синергию в 2017 году, с которого половина людей просто ушли, потому что они не понимали, про чем он говорит. То есть, это говорит о том, что, как бы, ну, по сути, наши люди еще пока не готовы. А у него вероятность, ну, как, сбывания его прогнозов, да, она очень, ну, как бы, высокая. То есть, уровень, вот, его точность его прогнозирована очень высокая. Практически все, что он говорил, там, 15 лет назад, это сейчас сбылось. Сейчас он говорит, что будет в следующие 15 лет идти. Вот. И, соответственно, вот такой же уровень, примерно, Сет Годин. И он говорит. Кьел, давай я напишу. Только я не помню, с одной или с двумя ее. Смотри. Смотрите. То есть, Digital, как он говорит, у нас разделится на два типа. Это будет на техника. Техника – это у нас алгоритмы. И это, в первую очередь, AI, да, Artificial Intelligence, искусственный интеллект. То есть, это, это, это Black Box, это коробочка такая черная, которую не понимает никто, как она работает, даже создатели ее. Вот. Black Box. Вот. И второе – это поэзия. Соответственно, поэзия, ну, вот, как бы он условно, да, поделил на технику и на поэзию. Вот. Сюда относятся стратегия, креатив, гипотеза и так далее. То есть, ну, то, что называется long-term, да, долгосрочное какие-то, долгосрочное видение, да, долгосрочные планы и так далее. Вот. Но очень важно понимать, что поэт, он все равно, то есть, поэт – это не гуманитарий, который не понимает, что такое среднее, да, там и так далее. Поэт все равно должен понимать принципы работы вот этого искусственного интеллекта. Если вы будете поэтом, который не понимает, да, вот технику и так далее, да, то есть, не может интерпретировать вот полученные значения, хотя бы на каком-то вот, ну, примитивном уровне, да, базовом. Потому что будут люди, которые делают руками, да, ну, какие-то вот, настраивают модели, делают, тренируют эти модели, да, получают данные, обрабатывают и так далее. Вот. Но они выдают в конечном итоге некий результат в виде, ну, каких-то графиков, отчетов и так далее. Вот. Которые люди, которые, скажем так, вот, задвигают гипотезу, они должны уметь потом, после того, как данные обработаны, эту гипотезу хотя бы интерпретировать хоть как-то. Вот. Поэтому, собственно, поэзия не отменяет того, что вы должны немножко разбираться хотя бы там в типах, не знаю, нейронных сетей, да, в каких-то основных алгоритмах пошинного обучения. Даже если вы сами это не можете делать руками, то результаты все равно нужно уметь интерпретировать. Давайте пофантазируем. На самом деле, это не совсем фантазия, это уже, наверное, реальность во многих продвинутых компаниях и рынках. Вот. Ну, понятно, что все движется в data-driven маркетинг, да. Причем, смотрите, недавно читал очень интересную статью на Harvard Business Review, да, там, по-русски, на русском языке она, вот. Но она очень интересная, там, европейские перформанс-агентства, да, digital performance, это, ну, то есть те, которые работают по KPI, да, там, SMM, контекст, медийка, SEO, неважно. Вот. Они, и вот этот вот руководитель одной из большой, руководитель одной из большой европейской сети, да, агентства, он говорил, он говорит, что data-driven агентству переквалифицироваться на маркетинг, да, ну, то есть получить экспертизу в маркетинге, сильно легче, чем маркетинг-агентству получить экспертизу в data-driven. Понимаете, вы нет, то есть что такое data-driven, да, что такое экспертиза и так далее, вот то, что я сейчас сказал, ну, пересказал. То есть data-driven агентство, то есть агентство, которое, ну, умеет эффективно работать с данными, им переквалифицироваться в маркетинг, да, ну, сильно легче. Вот, это важная мысль на самом деле, потому что это, как бы, ну, говорят, это топовое агентство, ну, там, европейское, вот, у них есть партнеры в России и так далее, вот. И, соответственно, то, что сейчас вот эти machine learning, data science и искусственный интеллект, это скоро это будет нормой. То есть вы будете это использовать либо самопис какой-то, да, ну, то есть сами будете модели разрабатывать, вот, а либо будете использовать в виде сервиса какого-то готового. Но, опять же, здесь в чем опасность? Если вы будете в качестве готового сервиса использовать, да, ну, просто, например, там, загружать туда данные, то второй вопрос начнется, а зачем вы тогда в этом процессе, если вы просто загружаете в какой-то сервис, да, и, как бы, то есть, ну, по сути, вы становитесь просто звеном, не очень понятным. Если вы на своем этапе никакой ценности не создаете. Итак, ну, ключевые компетенции, это, например, computer science, да, как мастер, это для, ну, для специалистов, с ним и говорим, вот. Ну, и для руководителя, на самом деле, уже, потому что, то есть, это такая, вот, то есть, ну, под computer science здесь имеется в виду алгоритмы какие-то, да, ну, то есть, это не чисто программирование, да, это вообще просто понимание принципов вот этих вычислительных всяких систем и так далее. Вот. Рост важности аналитической и креативной части, да, это понятно. Вот, дальше. Выдвигать гипотезу, уметь интерпретировать результаты, уметь продвинутую, ну, как бы, продвинутую либо визуализировать, либо ставить задачи на визуализацию. То есть, здесь важно понять, смотрите, что технарей надо будет меньше, чем людей, которые, ну, для этих технарей ставят задачи, могут поставить для них задачу, могут описать, как это должно, как это должно работать, описать, какие на выходе они хотят видеть, в каком формате данные и так далее. То есть, здесь, вот, ценность этих людей, она не меньше, чем самих технарей, потому что, как бы, одно дело функция, да, другое дело все-таки управленческое решение, которое принимается на основе этой функции. Вот. Поэтому, вот, вот, визуализация, тем более, очень важна, потому что у нас дело в том, что, например, те же самые нейронные сети и так далее, это же матрица, да, какие-то там миллионные и так далее. Вот. А человек, он не может охватить, там, миллион, миллион, да, своим взглядом. Вот. Поэтому человек в любом случае будет какую-то выжимку некую сухую, да, иметь, там, для принятия решений. Вот. И чаще всего визуализация, она будет достаточно, ну, как бы, важным элементом, чтобы принять правильное решение. Но видение инноваций, это для руководителей больше, да, и комбинирование существующих технологий. Вот это я бы вообще ключевым, один из ключевых навыков, да, давайте. У меня же есть карандаш. Вот. Комбинирование существующих технологий. Но здесь имеется в виду, не то, что вы руками обязательно должны комбинировать, вообще, в принципе, понимали контекст, да, технологический. То есть, где какие инструменты есть, где они там бесплатные, да, где они за деньги, где они там ноу-хау какие-то уникальные. Вот. То есть, просто мне иногда задают вопросы, да, и я понимаю, что, как бы, у нас пока еще люди, ну, не всегда понимают технологический контекст. То есть, я считаю, что лучший способ его понять, это просто начать программировать руками, хотя бы примитивно. Вот. Иначе, как бы, то есть, понимание сильно быстро приходит, потому что вы сразу тут же натыкаетесь на все ограничения и так далее. Вот. Поэтому, собственно, основа курса, это, как бы, вот это базового, да, это будет программирование. Вот. То есть, но тут не обязательно какой-то супер уровень, да, на супер уровень мало кто выйдет, и, в принципе, не нужно. Там, 99% не нужен никакой высокий уровень. Просто за вас его уже написали, вам нужно просто эффективно это, ну, как бы, склеить, да, собрать из кубиков, из некого конструктора, вот эти вот ваши, ну, под вашу задачу инструмент, скажем, там, некий такой гибридный. Так, друзья, это есть? Есть контакт, скажем так? Есть понимание? Понятно, непонятно? Если что-то непонятно, пишите, что именно, сказать, что вот, не понимая, что такое, там. Да, ну, я постарался, естественно, понятно все сделать, но итак, ну, будущее маркетинга, да, второй у нас, второй блок идет, да, куда движется. Ну, то, что я про гуру уже рассказал, да, то, что они немножко, ну, как, у нас разбегаются по более мягким нишам, и это связано, в первую очередь, просто с их ограниченным пониманием технологий. Вот. Здесь надо понимать, что, как бы, то есть, это совсем, совсем, ну, как бы, как правило, это совсем низкий уровень, да, в принципе, вообще, я считаю, что на российском рынке, ну, российский рынок, он, в принципе, очень-очень низкий уровень, да, потому что, ну, просто вы, если бы он был высокий, то вы бы, наверное, услышали больше компаний, там, с российского происхождения, да, где-то там, в мировом масштабе, вот так их немного, да, буквально там несколько, можно, там, то, как бы, вот, то есть, такое, ну, вот некое такое дилетантство, да, вот, оно, как бы, присутствует, вот, и, наверное, это, как бы, сейчас будет потихоньку меняться, вот, потому что, если вы можете, например, использовать, ну, либо, либо, там, дилетант, дилетанта можете использовать, либо использовать какой-нибудь сервис, да, пускай он будет с огрехами и так далее, да, но он, там, натренирован на гигантских каких-то объемах, да, и он, в любом случае, выдаст вам уровень какой-то приемлемый, да, который будет сильно выше, чем средний, человеческий такой вот дилетантский уровень, ну, мое мнение. Ну, то, что все будет диджитализировано, да, то есть, оцифровано, это все надо понимать, да, то есть, сейчас у нас скоро будет отказ от паспортов, да, слышали и так далее, там, после, то есть, сначала будет пластиковая карточка, после этого, скорее всего, вообще никакого не будет карточки, будет просто лицо, вот, Face Recognition, да, одна из самых горячих тем, то есть, распознавание лиц сейчас в банке, номер один инноваторы у нас в этом вопросе, вот, или, ну, там, после этого, наверное, какие-нибудь ритейлинговые компании, да, ритейлеры, вот, и так далее будут это все использовать. Вот, страховые, это, ну, они используют это для того, чтобы просчитать, там, риски и так далее. То есть, цифра, да, она уже пошла, и просто она пока еще не так уж и видна, вот, то есть, она, ну, как бы, ну, это будет проявляться, наверное, в течение, там, 5-7 лет очень сильно, ну, то есть, вот, вот эти все процессы. Вот, опять же, про ручное качество. Я считаю, что, вот, они уйдут первыми, вот эти ручники, да, то, что, бла-бла-бла про ручное качество, да, то, что никогда машина не сможет сделать, как человек, вопрос реально просто тупо в компетенциях. То есть, достаточно ли у вас компетенции, чтобы использовать или нет? Все. Потому что сегодня уже машины, они, смотрите, давайте возьмем рентгенологов. А, кстати, я вам рекомендую еще на телеграм-каналы подписаться, вот, взять какие-нибудь выборки лучших технологических этих телеграм-каналов и прямо на всех на них подписаться и просто смотреть, что происходит. Вот, например, смотрите, рентгенологи, да, рентгенологи – это одна из самых высокоплачиваемых профессий. Она входит в топ-3. Она то ли первая, то ли вторая, то ли третья, но, в общем, топ-3. Вот, рентгенолог. То есть, там как происходит? Рентгенологи, да, они что-то около там, семьи лет учатся, потом у них еще стажировка идет, там, 5 лет. То есть, там, рентгенолог, грубо говоря, через 10-12 лет только выходит готовый на рынок. Вот. И где-то, там, к 40 годам он расплачивается со своими образовательными и, там, прочими кредитами, да, то есть, грубо говоря, вот, получают они, ну, там, больше миллион долларов, насколько я знаю, в год. Вот, вот такая профессия. Вот, казалось бы, да, ну, что эту профессию вообще, ну, технологические, вот эти вот, трансформации не должны никак коснуться. Вот, вот, но директор, там, то ли генеральный директор, то ли один из топов, топ-менеджеров, Microsoft сказал, что нужно профессию рентгенолога закрывать, да, уже все, всего, то есть, новые наборы прекратить, вот, ну, там, с 2017 или 2018 года. Почему? Потому что нейронные сети распознают снимки, да, делают, там, диагнозы, ставят эффективнее людей. Вот. Там была статистика, что человек в среднем 70% распознает, ну, правильно ставят, да, какие-то там диагнозы. Вот, вот, машина 90%, это при том, что еще она обучалась на ограниченном датасете, да, то есть, если там будет датасет, там, с большего количества, там, клиник и так далее, то это будет еще выше. То есть, 70% против 90%. Это, это что касается, вот, такой области, как, вот, это рентгенография, да, рентгенология, не знаю. Вот. Так что, вот, лица распознают машины уже лучше, чем человек, причем независимо от освещения, от угла, наклона и так далее. Вот, с бородой, без бороды, то есть, алгоритмы уже лучше лица распознают. Вот. Вопрос только, на самом деле, просто как машине вот эти данные, которые вы хотите обработать, вот, как их перевести в цифру, да, в цифровой вид, потому что машина не понимает, там, категории, да, смысла и так далее. Им нужно просто это все перевести, там, либо в векторные, да, там, либо в какие-то скалярные значения. После этого они могут с ними работать. Вот. То есть, ручники, вот, я не верю ни в каких ручников, да, ручники, на самом деле, это будут просто суперспециалисты, да, высокого уровня. Вот. И они будут, ну, они как раз будут больше заниматься разработкой этих инструментов, да, они будут, ну, таким, на высоком уровне, вот, там, стратегию определять и так далее. То есть, это, ну, это, как бы, не то, ну, не ремесленный уровень, да, это просто уровень очень высоких экспертов. Дальше. Я вот считаю, что будут автоматизированы программисты, которые любят, там, прописывать, грубо говоря, правила и так далее. То есть, программисты, они, как бы, там останутся, да, но они, как бы, разделятся. Будет некое деление этих программистов, то, что называют, ну, те, кто работают руками кодеры, вот, на высококвалифицированных, там, или супервысококвалифицированных, да, те, которые как раз разрабатывают инструменты, и обычных, ну, таких вот, как бы, многостаночников, грубо говоря. Вот. Я считаю, что, вот, например, те, кто, программисты, которые, ну, такие вот, простые, ну, такие традиционные, скажем так, которые, ну, какие-то механические, да, скажем так, вот, алгоритмы, конструкции так пишут. То есть, вот, у них, я считаю, не будет никаких, как бы, тоже шансов. Они, скорее всего, будут, ну, они либо переквалифицироваться будут, да, либо будут просто уходить с рынка. То есть, в таком объеме не будут, то есть, частично они будут автоматизированы, то есть, уже есть там софт, который автоматизирует программистов, да, как это ни странно звучит. Вот. То есть, а вот те, кто умеет работать с всякими алгоритмами, которые работают по типу черного ящика, Blackbox, вот, за ними, конечно, у них, конечно, самые радужные перспективы, да, и самые радужные, самые радужные, скажем так, ну, в общем, то есть, перспектива вот именно за этими специалистами. Вот, и я, в принципе, считаю, что Data Science сейчас, в принципе, нужно изучать вообще всем поголовно, да, ну, то есть, если вы, грубо говоря, вот сегодня получаете больше, ну, у нас вот есть с Украины, да, есть с России, но, по российским меркам, грубо говоря, если вы получаете сегодня, там, больше 60 тысяч рублей в регионе и больше 100 тысяч рублей, там, наверное, в Москве, там, в Питере, вот, то вам, в принципе, уже Data Science нужен обязательно, потому что, чтобы удержаться вот на этом уровне, да, уже очень скоро нужно будет достаточно эффективно либо с данными работать, либо с людьми, да, то есть, какие-то эмоциональный интеллект прокачивать и так далее. Понятно, ну, вот видите, все у нас пока, ну, будут смотреть все равно, то есть, ребята будут с Украины, да, там, с СНГ и так далее, вот. Вот, вот, то есть, горизонт пока годы, да, я написал, вот, но реально этот горизонт, он, ну, все процессы ускоряются, поэтому никто не знает вперед, сколько это нужно времени, чтобы это пришло. Ну, я уже приводил пример Германа Грефа, который в Сбербанке, да, просто записи вебинара не выкладывал, да, мы там проговаривали, что Герман Греф сказал, кто не будет юристом, сказал, да, банковским юристом своим, что кто не знает, там, типа нейроносетей, вы очень скоро, ну, как бы окажетесь ненужными. Юрист, да, казалось бы, ну, всегда все считают ее гуманитарной профессией, вот, она, например, сейчас трансформируется в профессию, там, например, там, эффективного поиска по корпусу документов, да, то есть, там, какие-то вероятностные модели, да, связанные с текстовой обработкой данной и так далее, то есть, ну, по сути, такой вот чистый data science, вот, хотя, казалось бы, такая гуманитарная профессия, да, связанная с правом, да, там, с какими-то традициями и так далее. Как-то так. Вот, смотрите, есть такая книжка, называется «Самодвижение материи в сфере кибернетики», да, я ее там по рекомендации прочитал, вот. Вот, соответственно, мне понравилось там такое, это, сейчас процитирую, да, методологическое значение системного подхода, вот, и там взяли пример из металлургии, да, что у учебника по технологии металлов говорится, что вопрос о том, как изготавливать изделия методом свободной ковки или с помощью применения штампов следует решать в зависимости от количества изделий, которые надо изготовить. Если изделий требуется мало, то дешевле изготавливать их методом свободной ковки, которые, хотя и занимают больше времени, но зато не требуют больших затрат на инструменты. Когда же необходимо изготовить много деталей, деталей изделий примерно несколько тысяч, то надо применять штампы, так как стоимость штампов очень мало увеличивает стоимость каждой детали, и в этом случае изготавливать изделия свободной ковкой обошлось бы дороже. Это хорошо известная ситуация, и технология металлов, по-видимому, в определенном отношении характерна и для современного этапа развития науки. Итак, о чем здесь говорится? Смотрите, вам нужно, например, изготовить две детали. Две детали. Для них делать штамп смысла нет, потому что, во-первых, требуется переналадка каких-то прессов и так далее. Требуется сама матрица, вот эта оттиска или как она называется, штамп, штамповочная форма. Например, у вас сама деталь стоит 10 единиц, 10 единиц, долларов, рублей, неважно. А, например, матрица стоит, сама вот эта матрица штамповочная, она стоит, например, 500 рублей. Ну, вы понимаете, невыгодно, да? Просто у вас получается на каждую деталь еще дополнительно по 250 единиц себестоимости. То есть вы потеряете по 240 единиц прибыли с каждой детали. А если у вас вот этих деталей будет, например, там 10 тысяч, то вот 10 тысяч поделите на 500 рублей, да, получите, получается, сколько? Если мы 10 делим на 5 тысяч по 2 рубля, то есть по 20 копеек, да? Ну, там, каких-то единиц. По 0,2. Вот 0,2, это уже, как бы, при цене детали 10, вот, это уже, как бы, приемлемо. Вот, но здесь смотрите, о чем идет речь. Мы говорим про физические, да, про физический мир, про физические законы, да, и про, собственно, там, где у нас все определяется материалами, физическими законами и так далее. Вот, а на самом деле, вот, если мы переменим эту метафору к аналогии по настройкам, например, контекстной рекламы, то ковка – это как раз ручной труд, да, некий. А штамповка – это такая метафора, некая автоматизация. Ну, она и на производстве, в принципе, больше, как бы, автоматизация, да, такая. Вот. Соответственно, вот, важно понимать, что в информационном пространстве нет разницы между, там, ковкой, штамповкой и так далее. Вот. Так как у нас вот это вот изготовление этих матриц, типа, да, ну, по сути, матрица – это, ну, можно сказать, что это такая некая натренированная модель. Вот. И, в принципе, все, как бы, никаких затрат дополнительных нету. Вот. То есть, если вы умеете вот эти матрицы, там, грубо говоря, ну, тренировать эти модели, да, изготавливать эти матрицы очень быстро, то вы можете, соответственно, всегда заниматься штамповкой. То есть, а ковкой – не заниматься неким ручным трудом. Так, итак, есть понимание? Что я хотел довести? То есть, ну, то, что нужно понимать, что физический мир – это, как бы, физический мир, а информационные, информационные сущности, да, информационный процесс – совсем другое. Потому что информация, она, по сути, как бы, не имеет материального носителя. То есть, ну, смотрите, тут надо понимать, что имеется в виду качество. При автоматизации, да, вот это качество у вас не теряется. То есть, да, у вас, по сути, ручное качество при массовом процессе. Вот, надеюсь, донес. Так, ну, опять, вот, любимый мой Excel, да, потому что, в принципе, я, ну, так как я являюсь профессиональным пользователем Excel, да, я, как бы, его прекрасно понимаю его ограничения. Не надо меня, там, как бы, считать неким хейтером Excel, да, потому что я его, как бы, активно достаточно использую, и, там, в большинстве случаев могу эффективнее, ну, сильно эффективнее, чем средний пользователь Excel это делает. Вот. Ну, с другой стороны, я, например, около двух лет назад целенаправленно перестал развиваться, ну, как бы, именно в Excel, потому что это просто, я понял, что это бесперспективно абсолютно, да, то есть он не развивается, то есть в Excel, даже если там следующую версию добавят, там, 16 миллионов строк, эта проблема абсолютно не решит. Я вам покажу, запишу в второе контентное видео, я хочу его либо сегодня, либо завтра записать и выложить, вот, и вот покажу вам скорость работы, например, Python, там, на некоторых задачах, я вам скажу, что в Excel вы это просто не сделаете, у вас, скорее всего, все будет просто подвисать, зависать жестко, и вы не сможете, как, ну, как бы, вообще, эту задачу, в принципе, сделать в Excel, да, потому что Excel, он, как бы, ну, такой инструмент, ну, для своих целей он, наверное, хорош. Вот. Давайте поговорим, вот, про Excel против Python, например, там, Явы, либо языка R, специальный язык для статистиков. Так, у нас кто-то заходит, выходит, запись будет, да, запись будет, я запись веду, поэтому, как бы, не надо переживать. Ну, во-первых, смотрите, я что считаю, сейчас вот компетенции, да, они являются сильным тормозом, как бы, ну, многие просто боятся вообще, в принципе, программировать, да, если, там, складывать одну ячейку плюс другую ячейку, это не такой большой страх, да, то, например, написать даже строчку кода для многих, ну, это просто, ну, они принципиально этого не хотят, в принципе, да, ну, потому что, типа, уже, уже, как бы, программирование, но, как я сказал, что программирование, оно, это, как бы, новая латынь, и уже придется, если вы хотите сохранять, ну, конкурентность некую, да, на рынке, то вам придется этим заниматься. Вот. Хорошая новость в чем? В том, что сегодня уже очень многие функции, они упакованы, скажем так, для вас. Вы, не зная, как они работают технически, можете использовать их. То есть, у вас есть некий такой ящичек, да, вы в этот ящичек загружаете, там, свои данные какие-то, и получаете результат. И что здесь происходит, да, вот здесь внутри, вы не знаете, и вам это знать не нужно. Вы просто знаете, в каком формате вы должны положить туда данные, и в каком формате их забрать. Все. По сути, вы пользуетесь одной функцией, прям вот буквально, ну, это, как бы, не метафора, вы импортируете конкретную функцию, и она выполняет ровно ту работу, которую вы хотите. И, как бы, вот в этом, вот эта мощь вся, как бы, вот этого сообщества, скажем, питона, да, то, что написано гигантское количество модулей практически под любую задачу. Все, что касается статистики, все, что касается какой-то комбинаторики, работы с текстом, все, что угодно, да, там, матричное вычисление, вот эти вот black box, да, модели, там, scikit-lion и так далее, там, для машинного обучения, все это написано, вы можете ими пользоваться, вообще даже не понимая, вы можете взять чужой код, поменять просто, там, входные данные, да, свои, на свои заменить, и пользоваться ей. Никто вам не запрещает, и у вас будет ровно работать так же, как у того человека, который это написал. Вот. То есть у нас такая тренд идет, вот это, под капот, да, уходят вот эти все процессы технические, то есть вы с ними не работаете напрямую, и при этом у нас распет объем информации, да, которая, ну, помогает вам научиться с этим всем работать. Это курсера, это книги. Вот я вам всем рекомендую настоятельно. Да, можно. Веб-сервис можно сделать на питоне. Django. Фреймворк есть Django. Вот. Можешь помониторить. Есть, ну, там, там отдельные модули, например, если вы хотите быстро там какие-то статистику какую-то обрабатывать, то там, например, есть Flask, да, ну, в общем, там можно найти. То есть такой это будет некий конструктор. Рост информированности, курсера, книги и так далее. Сейчас есть очень много платных курсов. Я вам рекомендую, прежде чем идти на любой платный курс, да, обязательно купить несколько книг, обязательно посмотреть бесплатные видео, обязательно вписаться в бесплатный, именно в бесплатный тренинг, например, на Курсере. Вот. В следующем, по-моему, в следующей презентации, которая будет на следующей неделе, я расскажу, как, ну, именно прям ссылки, да, на конкретные курсы, которые я рекомендую, которые я сам прошел, и выхлоп от которых, например, в моем случае, был сильно выше, чем от платных курсов. Теперь по Excel, да, немножко. Ну, то, что у него, как бы, низкие возможности, я уже говорил, там, в предыдущем вебинаре, то, что, там, слайд был про смерть Excel, да, то, что там очень ограничено, и миллион записей, по современным меркам, это ничего. То есть, смотрите, чтобы вы понимали примерно, вот, в курсе, в курсе Курсера по машинному обучению дается пример из 166 миллионов записей, и это еще, это уже, уже не большие данные. То есть, 160 миллионов записей, это уже не большие данные. Понимаете, да, масштаб? Причем там количество полей достаточно большое. То есть, вот такой массив, да, вот представьте себе табличку, табличку, то есть, у вас тут вот будет 16, например, миллионов записей, 160, точнее, там, миллионов записей. Да, некий такой Excel-ский лист, да, вот, и, например, у вас там 200 полей. Вот, по современным меркам это даже не бигдейт, это просто, ну, вот, такой обычный рабочий массив данных. Вот. Как вы будете с ним работать, например, в Excel, да, даже в Access, непонятно. Вы даже в Access не сможете нормально поработать, потому что Access, знаете, да, там есть ограничения в 2 гигабайта, после этого начинают просто крашиться, то есть, у вас файл будет постоянно этот, ну, как бы портиться. Там есть подпорки BI, я их не хочу рассматривать даже, это все костыли. И я считаю, что костыли... Если вы начинаете пользоваться костылями, это все, это уже, как бы, что-то вы делаете неправильно. Ну, регулярно пользоваться костылями, точнее. В чем еще потенциал, вот, именно языков программирования, да, большой? Значит, вот один человек написал код, вот, и этот код может, как бы, работать на неограниченном количестве машин, да, так как у нас именно информация, информационный мир отличается от физического мира, да, то есть информация написана один раз, она может воспроизводиться, использоваться там бесконечное количество раз. Если вы руду добыли, например, да, металл, вот, то вы из него можете выплавить вот ровно столько, сколько вы добыли, да, добыли тонну руды, вот, из нее выплавили там сколько-то килограмм, соответственно, сколько-то килограмм стали или чугуна. Здесь же ситуация другая, то есть, вот, человек написал код, все, и все им пользуются. Точно так же, вот, в библиотеке, вот, написали, да, какие-то ребята, да, очень умные, вот, и все, и все сообщество пользуется, причем, то есть, количество времени, которое экономит там колоссальное, вот. Ну, вот вы увидите в следующем видео, да, я постараюсь вам все-таки масштаб примерно, ну, как бы, чтобы вы понимали, буду акцент делать именно на масштаб. Итак, есть, есть понимание? Вот, я сейчас немножко повторяю с предыдущим вебинаром, да, но я хочу, чтобы это вот красная нить и проходило, чтобы, вот, долбить, да, скажем так, взбивать в голову, да, те, кто, особенно любителям Excel, да, которые на Excel решили всякие сервисы сделать. Да, ну, запись будет, да, все, все записывается, вроде все нормально. Итак, идем дальше. Так, ну, я буду хвалить тот инструмент, собственно, на котором, который используется в курсе, да, это. Ну, чтобы понимать, что питон, это сегодня язык номер один для data science, да, ну, там есть еще язык R, но там идет упор на статистику. Есть язык Java, который очень эффективный, там есть Java Virtual Machine, да, и виртуальные машины Java, которые очень быстро работают, но это уже такой, это уже полуэнтерпрайз решение, да, это уже, ну, такие более промышленные. Вот, если вы просто обычный человек, который хочет какие-то свои, взять какой-то свой процесс и просто его сделать, ну, там, некий конвер, да, чтобы просто рутиной не заниматься каждый раз, а чтобы у вас был некий такой сценарий, да, обработки данных, ну, если он у вас более-менее, как бы, однообразный, вот, то я считаю, что питон это номер один. Итак, механическая часть, ну, парсинг, переборы какие-то, работы с API, это вот там, в принципе, очень эффективно реализовано. Если вы посмотрели мое видео по, как вытаскивать сырые метрики, да, из метрики сырые данные вытаскиваю, то, в принципе, вы понимаете, о чем я, да, то есть, как бы, там просто вставил, грубо говоря, токен, да, нажал запустить и все, по метрике, вот, дальше, работать можно с очень и с очень большими массивами данных. Ну, например, ну, большинство из вас, давайте напишите, с какими вы массивами данных работаете, ну, в тысячах, да, давайте в тысячах, там, 10 тысяч, 10 пишите, 20 тысяч, 20, в тысячах, вот, напишите, чтобы было примерно понимание, вот, масштаб вашей, вот, ваш скейл, да, ваш, ваш масштаб, напишите работы. Вот вы сели, да, 100 плюс, ага, ну, вот 100 плюс, это уже хорошо, это уже, как бы, это, 10 плюс, а то, знаете, иногда есть в тарифах, там, 500, крит, 500 включенных слов. Ну, Excel загнуть, я тебе скажу, несложно, это несложно. Нет, ты 40 гигабайтами не сможешь оперировать, потому что у тебя оперативной памяти, скорее всего, столько нету. То есть, ты сразу со всей базы работаешь, или ты вначале из нее выбираешь какую-то выборку, и уже с выборкой работаешь, просто это, как бы... 40 гигов, это, чтобы ты понимал, это больше, чем Википедия, как бы, то есть, ты можешь Википедию всю перевертеть. Нет, я сейчас не про это говорю, я говорю, вот, ты сейчас, вот, смотри, тебе нужно при этом минус-слова просто выделить, тебе нужно там сгруппировать, вот, 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 уже, то есть, ты с выборкой уже готовой работаешь. Вот я про это спрашиваю. Оперируешь ты рабочим массивом каким, сколько тысяч слов? То, что база большая, это понятно, вот, там всякие есть, Moab, да, база есть, Bukvarex, есть еще какие-то там базы пастухово. Мы сейчас не про это, мы говорим просто, вот, твой рабочий скейл, твой рабочий масштаб. Так, то есть, смотрите, вот, просто, чтобы было понимание, например, ну, вот это уже, да, вот, те, кто написал 100 тысяч, там, 5 миллионов, это уже хорошее-хорошее. В принципе, давайте просто поговорим. Современная машина, да, вот, современный компьютер, это, ну, 16 на 1 гигабайт, да, 8 минимум уже, наверное, да, 16 это средний рабочий объем оперативной памяти. Вот, в 1 гигабайт оперативной памяти помещается 250 миллионов ключевых фраз. Это без оптимизации, без ничего, просто, если мы говорим про, ну, как бы, примерно, вот, то есть, вот, 25 миллионами можно оперировать, грубо говоря, вот, занимая объем 1 гигабайт. Вот, так как у нас питон, основные ограничения связаны с оперативной памятью, да, если мы не говорим про MapReduce, там, технологии, когда вы распределяете по кластерам, да, у вас сразу несколько машин обсчитывают это. Вот, в принципе, 25 миллионов, это, наверное, за глаза ограничения для, как бы, для любого человека, да, то есть, ну, то есть, все равно вы потом делаете какие-то подвыборки, да, и с каждой подвыборкой уже отдельно работаете. Вот, вот, в принципе, вы занимаетесь, то есть, занимая 1,16 часть вашей памяти, вы работаете там с ядром, с сильно большим запасом для любой ниши, для любого уровня. Дальше. Как только вы освоите Python, да, вы тут же можете переходить, и, а еще лучше параллельно изучаете Python, да, тренируетесь, и тут же используете data science какие-то, машины обучения, да, и так далее. Ну, машина обучения, там другая проблема, там нужно немножко математические эти, эти навыки, математические знания. Вот, но это очень большой плюс, потому что, по сути, потом ваша работа сместится от, как бы, ну, как только вы Python выучите, да, доведете ее до какого-то уровня, у вас основная работа будет как раз связана с data science и так далее. Вот. Дальше. С чем, в чем еще преимущество Python, да, то, что, ну, мы можем с какими-то новыми сущностями, новыми форматами работать, потому что появляется, например, какой-то новый формат, да, ну, например, графы. Графы. Социальные сети – это самый лучший, ну, как бы, пример, где может потребоваться. Если вы SMMщик, да, если вы работаете активно с социальными сетями, то любой профиль вы можете рассматривать как граф. Как граф, а, соответственно, там, например, какие-то вступления в группы, да, то есть связи с другими пользователями – это некий, как бы, ребра. Вот. Есть отличная книга «Графовая база данных», да, вот я рекомендую всем почитать ее, да, если кто-то профессионально. Вот. Там прям классная табличка, показана, насколько графовая база данных эффективнее обычных, да, баз данных, основанных на SQL. Там просто через какой-то промежуток, да, ну, там, например, если вы хотите, там, друзей, 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 там, на пятом уровне, обычная база у вас просто все, ну, как бы, несмотря какая бы она мощная ни была, она у вас не сможет обработать запрос. А «Графовая база данных», на это у нее уйдет несколько секунд, понимаете, да? То есть вечность, да, против нескольких секунд. Ну, там просто данные специально организованы. Многомерные анализы, да, ну, вот это вот я не устаю, как бы, тоже добавлять этот пункт, да, уже несколько раз вы видели в вебинаре, то, что вы можете, человек не может анализировать сразу тысячу факторов, да. Человек может анализировать 10 факторов, 20 факторов, да, там, 30, наверное, факторов еще сможет последовательно. Вот. Тысячу факторов ни один человек не может никогда проанализировать. Вот, поэтому и в Excel тоже будет проблематично вам очень много факторов перебрать. Семантический анализ морфологии, ну, например, выделить части речи, да, то есть на питоне абсолютно элементарно можно выделить части речи, я вам покажу это в следующем видео, контентном, которое будет посвящено работе с семантическим ядром. Ну, посмотрите, это делать просто, ну, там, две строчки кода. Дальше, что вы можете? Обогащать можете ваши, вот, если вы выгрузили семантическое ядро, и вы хотите, ну, там, не знаю, например, разметить тематики, да, какие-то, что-то еще сделать. Вот. Вы это можете, то есть, да, привлечь еще и Википедию, то есть, там, Википедию обработать, перегнать ее в какую-то базу данных, там, ну, специальную модель, да, там, например, Gensin, да, есть модуль на питоне, и он может вам Википедию представить в неком каком-то инвекторном значении, и сделать, вы можете прометить фразы, и сгруппировать их уже по тематике, да? Ну, например, если вы, например, какими-то там ставками на спорт занимаетесь, она, например, достаточно эффективно сможет вам, там, футбол, хоккей и так далее, то есть, ну, используя дополнительные вот эти вот источники. Ну, я их называю суперисточники. Вот. Вероятностные модели. Например, ну, обучив как-нибудь по-хитрому, скажем так, ваше тематическое ядро, да, там, вы можете, например, построить модель, и где будет с какой-то вероятностью определять, определяться является слово минус-словом или стоп-словом или нет, да? Ну, какая-то вероятность, то есть, там, либо 0,5, да, 50%, либо 0,9, это высокая вероятность, что это является стоп-словом, либо наоборот, там, 0 и так далее. Вот. Работать с новыми технологиями, да, машина обучения понятна. Вот эти, перегонять векторы в слова. Зачем нужен Word2Vec, да? Потому что вы не можете работать с вот этими блок-бокс-технологиями, и пока не перегоните, скажем так, вот какие-то классификации, какие-то категории, да, классификации, какие-то слова, да, например, там, ключевые фразы, еще что-то. Пока вы не перегоните этот векторный формат, а вектор – это, по сути, число, а с числами уже компьютер может работать. А с самими вот сущностями, именно словами, да, как таковыми, оно работать не может. Продвинутая визуализация, динамическая, там, географическая, сложные оптимизационные модели, ну, и любые другие инструменты по принципу черного ящика. Итак, вопросы по данному слайду? Коллеги? Нету. То есть, вы понимаете, вот эти все плюсы Python – это автоматически минусы. Это автоматически минусы Excel, там, и так далее, таких вот примитивных инструментов. Ну, давайте еще немножко по Python, да. Он может работать с любыми типами данных, например, это какие-то образы, да, там, картинки и так далее. То есть, ну, для этого нужно уметь, конечно, квалификацию иметь, и подключать уже, там, библиотеки компьютерного зрения, типа CV2 и так далее. Работать с графами, да, то есть, именно уже из теории графов. Теория графов – это математика, да, причем математика еще со времен Эйлера, да. То есть, Эйлер – это какой у нас там, 18-й век, да, который был один из первых таких великих ученых, да, который в Санкт-Петербургской академии, вот, возглавлял. Так, то есть, он, там, Екатерина, кто-то, Екатерина II, да, его, к сожалению, это читал, но сейчас вот забыл. Ну, то есть, это очень-очень давно было, вот, и, то есть, ну, вот, уже тогда была, там, вот эта задача, да, про мосты. Это все, вот, как раз графы. Дальше. Обработка документов текстов, вот, ну, обычно это Word2Vec, да, то есть, вначале перевести надо в вектор и так далее, вот, но, как бы, все равно с ним можно работать. Можно строить матрицы, там, частотность и так далее. Видеоконтент. Ну, видеоконтент пока не актуален для большинства, для 99%, но, кто знает, может, через пару лет и видеоформат тоже будет. Ну, многомерные произвольные массивы, то есть, тоже может понадобиться. Работа у нас с неформализованными моделями, ситуация, где есть формальных критериев. Ну, это так называемые, знаете, есть такое направление, где обучение без учителя, вот, где сама модель должна определить какие-то факторы важные, вот, там, автокодировщики, там, в нейронных сетях, да, там есть у них направление ограниченная модель Гольцмана. Нам это сейчас не важно, просто, просто иногда бывает, что у вас такой гигантский массив данных, у вас нет никаких гипотез для этого. И вы должны хоть какие-то данные попытаться извлечь, там, что-то пластеризовать или что-то там склассифицировать, сгруппировать, вот, и есть такие инструменты, вы должны это знать. Самообучение, да, ну, то есть, вот у вас, например, вы натренировали модель, прошло полгода, ну, или три месяца, или месяц, вот, у вас появились новые данные. Вы хотите ваша модель, ну, сделать ее более точную, ну, то есть, ее натренировать уже с использованием новых данных. Это делается, в принципе, достаточно просто. Загружать новые данные, там, заново тренируется и так далее. Вот. Ну, это, это как бы не совсем плюсы питона, это, в принципе, плюсы любого инструмента, да, просто на питоне это все делается, ну, как правило, проще, да, сам код проще, сами библиотеки более, у них интерфейс выстроен, ну, более, там, скажем так, лояльно к такому непродвинутому пользователю. Библиотеки модулей, да, вот функции, чтобы вы понимали, да, вот, вместо того, чтобы писать какой-то самопис, вы можете просто функцию готовую импортировать и пользоваться. То есть, очень эффективно. Так, ну, базовые модули, пока нам сейчас это не важно, какие есть, то есть они, в принципе, в любом учебнике по машинному обучению. Вот. Ну, и есть вот эта самая главная база, pypi.org, да, .python.org, по-моему, она сейчас переехала вообще на отдельный домен, pypi, то есть python packageindex.org, вот, .org, и там можно, вот, модуль написан другими людьми, спокойно скачать себе, установить и пользоваться. А еще лучше это прямо сделать из интерфейса Jupyter Notebook. В курсе мы тоже рассмотрим, я прям покажу, как вот эти модули устанавливаются прямо из интерфейса Jupyter Notebook. То есть не надо даже ни на какой сайт заходить, просто прямо прописываете в ячейке, ну, определенную комбинацию и устанавливаете. То есть все очень просто. Нет, не надо, я покажу, смотри, там это не нужно, не надо на гитхабе. На гитхабе это больше для любителей, знаешь, покопаться, то есть зайти, смотреть, что там за функции и так далее. Это же как, репозитории, да, то есть ты вот пишешь свой код, свой модуль там или что-то еще, и как бы любой человек может зайти и посмотреть там вот твою, как ты модуль на модуле там разбил функцию, как-то еще что-то. Но это для таких любителей покопаться, а для обычных пользователей, которые вообще все равно, как там все устроено, это делается сильно проще, это пишется одна строчка кода. Pip install, Pip install, например, там, scikit-learn, да, например, для машинного обучения. То есть это, ну, это сильно проще. Не нужны никакие гитхабы и так далее. Ну, если ты не хочешь, конечно, там разбираться. Так, ну давайте. Так, у нас выгод для директовки. Так, давайте вот понемножку по этому, по питону. Есть какие-то вопросы? Так, мы немножко дольше, но я надеюсь, не сильно скучно. Я планировал 40 минут. Третий, только третий. Только третий. Второй, он будет официально свернута его поддержка в 2020 году. Просто это на самом деле никто не знал, что это затянется. Только третий. Это не религиозный, это прагматичный вопрос. Потому что, ну, там как бы есть особые, да, товарищи, которые просто, ну, на самом деле сейчас уже все основные, даже которых нет официально этих есть. Есть отдельные дистрибутивы, там на сайте я потом нараскину, к калифорнийского, что ли, университета. Там есть вот эти вот VHL-ки, да, то есть файлы специальные. Можно даже, например, CV2 можно установить на третий питон. Я это делал. Ну, просто я решил там с компьютерным зрением побаловаться. Установил. Питон, да, крутость именно в том, что у него упрощенный интерфейс. Давайте поговорим для вас тут, да, для обычных пользователей, что может быть, чем может быть выгоден, да, выгоден, да, с точки зрения выгоды питон. Первое. Подпишется один раз, используется многократно. Вот это вот, ребята, это сразу, вы понимаете, это ваш рычаг. Ваш рычаг и ваш масштаб. Если вы, например, сегодня обрабатываете там симметическую ядру один день, вот, то вы можете, но у вас этот процесс, он более-менее, ну, выстроен как конвейер, да, просто вы потому что дергаете постоянно, да, там какие-то источники, там что-то еще там делаете, там, ну, просто физически у вас не успеваете, больше, чем за день, то я не удивлюсь, если вы, например, на питоне, это сделаете за 10 минут. У вас будет, то, что делалось в день, будет делать 10 минут. Это реально абсолютно. То есть, если у вас, ну, зависит уже от вашего, скажем так, искусства, вот, выстраивать процесс. Код очень просто подкорректировать, так как вы, когда вы пишете документ в Jupyter Notebook, вы можете тут же какие-то вносить изменения, ставить комментарии, визуализировать, все что угодно, да, очень круто, то, что вы можете, и у вас что-то изменилось, там, источник поменялся, да, например, Яндекс.Метрика добавила какие-то новые поля, а что-то еще, очень быстро можно все это подкорректировать, и, то есть, никаких проблем. То есть, поддержка кода, вот этого, да, вашего, такого комбайна, или, как сказать, пайплайна, ну, мне нравится слово пайплайн, это некая, как бы, труба процессная, да, где на вход данной загружается, на выходе, получается данный уже результирующий. Питон уделяет огромное внимание легкости актуализации кода, то есть, сам Питон, он написан именно для того, чтобы можно было очень легко, быстро, понятно писать. То есть, сама философия языка подразумевает простой, на первом месте читаемый, простой, универсальный, то есть, там, воспроизводимый код, то есть, там можно много эпитетов, да, но он реально, то есть, это философия языка самого, то есть, то, то, что он, как бы, он реализован так, чтобы у вас как можно меньше времени уходило на написание кода, на чтение кода, на актуализацию кода, да, и так далее. Минимальные затраты, то есть, у вас будет на поддержку кода. Что касается информации, да, ну, крутые, есть крутейшие курсы, курсеры, я вот, кто не зарегистрирован, прям сегодня заходите, регистрируйтесь на курсере, обязательно. Дальше. Часто находим, ну, можно найти, готовый, чужой код, прям вбивайте в гугле, там, ну, обычно, я вам рекомендую на английском вбивать, да, если вы не знаете английский, но хотя бы, там, можете даже по-русски, гугл даже показывает, по-моему, он переводит уже. Вот, то есть, больше, чем в половине случаев, а, скорее всего, в 90-х, все зависит просто от того, насколько вы умеете ставить вопрос. Вы будете находить чужой код, или там, чужой вопрос, на который вы уже ответили, вот. Ну, в первую очередь, это Stack Overflow будет сайт. Вот, шутки я уже там приводил в предыдущей презентации, пересмотрите. Дальше, гемификация, вот, тоже крутой сайт, Check.io, нет, он, наверное, я неправильно его написал, check.io.org, по-моему. Вот, ну, наберите, вот, Check.io, он вылезет у вас в первой выдаче, вот, то есть, там некий в гемифицированном виде обучение питону, а есть питон и javascript. Ну, javascript, я сам, как бы, не являюсь пользователем javascript, вот, а по питону там очень круто. Фишка, самое главное, круто, что вы можете написать код, а потом посмотреть, как это сделали реально крутые ребята. И это очень мотивирует, когда вы понимаете, что ваш код это там. Да, спасибо. Вот, уже ссылку вам дали. Че как? Стримы для программистов, на это я тоже приводил. Вот. Дальше у нас, смотрите, вот, опять же, ну, то, что касается, один раз вы пишете, используете многократно. У вас левердж большой, то есть у вас на самом деле несколько леверджей, ну, несколько рычагов, несколько плеч, да? Первое, это то, что вы код сам прописываете один раз, и он у вас уже многократно работает. Дальше, внутри вот этого процесса, скажем так, вот эти инструменты, они сильно быстрее вот всяких других инструментов, да, там, например, Excel и так далее. То есть, сами вот эти библиотеки, которые вы используете, они сами тоже очень быстрые. То есть, такое двойное, получается у вас уже двойное плечо. То есть, вот причем, вот это плечо может создавать в любой деятельности. То, что, мы сейчас говорим про больше, про создание рекламной кампании, но на самом деле, вы можете, вот смотрите, я вам показал, как выгрузить данные с Рейзметрики, но вы можете прописать некий pipeline по анализу этих данных, да, вот вы выгрузили, там, не знаю, 10 тысяч сессий, и вам нужно быстро, быстро его проанализировать. Вот, есть достаточно крутые библиотеки в визуализации, например, да, вот, и вы можете очень быстро вот эти данные, ну, я, в каких-то последующих видео покажу, как можно это обрабатывать, некий шаблончик сделать, вот, это очень круто на самом деле, то, что вы можете именно аналитику автоматизировать. То есть, вы уже будете получать вот просто готовый какой-то некий визуальный какой-то дашборд, да, не знаю, как это назвать, да, то есть, некий такой какой-то вот, такой управленческий, скажем так, срез, в виде графиков, в виде каких-то там карт, да, в виде еще чего-то, вот, и, ну, как бы, если вы это сделать эффективно, то вы можете тут же прям делать выводы, то есть, вы выгрузили вот эту аналитику, и прям тут же увидели, что у вас там что-то не так работает, вот, ну, тесты, да, тесты, я надеюсь, это тоже понятно, то, что, например, вам нужно очень быстро тестилить, но, если мы говорим про будущее, в будущем надо очень быстро будет тестировать, да, понятно, вот, как сегодня там в Excel какие-то абы тесты делать, а так как бы, на самом деле, их, ну, сильно эффективнее, можно делать, можно какие-то даже настроить так модели, что можно автоматом генерироваться тесты, то есть, ну, это вопрос только, знаете, датасета вашего, опять же, вот у вас, вы будете все больше и больше сталкиваться с тем, что у вас любая, любая ваша гипотеза, любой ваш там запрос будет упираться просто в датасет, у вас есть хороший датасет, у вас есть хорошие примеры, на которых можно обучить модель, да, все, если у вас, как бы, ну, есть какие-то примеры, да, то, как правило, вы можете это автоматизировать, то есть, ну, у вас на автомате будут, например, там, заголовки генерироваться, что-то еще, большая гибкость компетенции, ну, понятно, что не все хотят углубляться, там быть data-science и так далее scientist-ами но вы можете просто тупой перебор сделать, мультипликация ключевых фраз, для этого нужно написать две строчечки кода или вообще одну, в принципе это вообще элементарно вот то есть, а можете там углубиться до компьютерного зрения для нейронных сетей, там не знаю для какого-то глубокого сделать какой-нибудь краулер свой, да то есть, некий как бы, некого вот такого паука, да, который ходит по сайтам конкурентов и очень-очень глубоко анализирует весь контент ваших конкурентов, там строит какие-то семантические матрицы в векторном формате, там сверяет с вашими и так далее, ну то есть, там ну это, то есть, абсолютно вот этот scale, да, масштаб от примитива, да, до суперсложных штук все это возможно вот я считаю, что прогнозирование, вероятностная программирует, оно сейчас пока ну, оно в зачаточном состоянии находится, в том плане, что его пока не так сильно используют вот по мере ну, я не знаю, вы видели где-нибудь базу данных давайте я вас прошу видели где-нибудь базу данных, например чтобы было, например, минус-слова ну, список, например, стоп или минус-слов, да и вероятность его в зависимости, там, от ниши, от чего угодно например, слово реферат это, например, вероятность того, что это ну, там, слово является плохим словом, там, 0,97 а какой-нибудь инструкция, например, там, 0,67 ну, что-нибудь такое вот, видели, нет, 9 и вообще, сами нет, не видели ну, скорее всего, не видели а на самом деле, это будет это будет стандарт в будущем то есть, вы не будете работать с минус-словами как с минус-словами у вас будут минус-слова и будет каждому минус-слову будет соответствовать некое скалярное значение то есть, ну, число его вероятность того, что оно принадлежит к, там, к минус-слову там, еще к чему-то то есть, на самом деле это, как бы, ну, можно натренировать то есть, это, как бы, можно ну, сделать вот, и, соответственно вы вам, когда дали такое сырое ядро, да вы уже не просто с ним работаете вы берете эти вероятности накладываете их на ядро и у вас там он вам сразу фильтрует там, в порядке вероятности ну, вот, качество фразы да, то есть, чем у вас больше там вот этих вот стоп-слов в ключевой фразе тем она, например, хуже, да ну, условно какой-то кефицент ну, и вот кастомизация, да, конечно вот то, что я говорил что вы можете прям свой пайплайн прописать по процессу и достаточно как бы такого кастомизированное решение сделать, да то есть, сервис ну, сама сервис да, там do it yourself да, сделай это сам и так далее вот эти все термины то есть ну, у вас там может быть ниши какие-то свои определенные либо вы просто как бы у вас процесс ноу-хау есть какой-нибудь да, процесса где вы можете там хорошее качество делать так понятно, нет? ну, отлично ну, дальше идем ну, дальше вот такой немножко пофантазируем да, посмотрим в будущем во-первых, смотрите ребят сегодня анализ конкурентов у большинства заканчивается то есть забить в выдачу ключевую фразу пройтись там по топу там 15 там конкурентов посмотреть просто ну, вот сидеть и человеческим глазом посмотреть в лучшем случае сделать табличку в Excel, да посмотреть какие там телефоны есть ли там телефон есть ли там счетчик метрики и так далее, да DIY, да do it yourself я знаю это, давай ребят, давайте это вот у кого так кто кто согласен что сегодня так происходит анализ конкурентов ну, мы сейчас не говорим про платный сервис если вы используете там SEMrush, да или что у нас там серпстаты то есть то есть если вы вот делаете как бы ну, вот мое мнение что это 5% от того что вот то что вы делаете даже если вы делаете все по максимуму там делаете там пабличку с 20 полей это вот процентов 5 от того что будет от того что можно и от того что будет причем еще раз ребят вы это делаете вы вот например сделали свой некий краулер да такой который проходит по сайтам конкурентов вы его пишете один раз в следующий раз вы просто в качестве входных данных будете использовать ссылки на сайты конкурентов то есть вы можете ну либо там с выдачи их взять то есть вы грубо говоря берете 20 сайтов из выдачи либо откуда тогда там просто его ну загоняете в качестве входных параметров все нажимаете кнопку run да или play там и все и на выходе уже получаете некие матрицы да матрицы там у вас сам пройдет по сайтам конкурентов вот смотрите давайте я вам покажу у нас в курсе будет я говорил вам да я сделал сбил фразы ключевые фразы сбил со страницами вот в качестве сайта я выбрал сайт мне незнакомый то есть я не являюсь там его администратором и так далее но но я в принципе достаточно просто используя простые совершенно алгоритмы взял и просто выкачал все страницы да взял все адреса всех страниц на каждую страницу зашел и спарсил там основные характеристики да это по-моему я спарсил артикул и спарсил я h2 этот заголовок все то есть и это у меня были ну как бы характеристики страницы и уже потом вот смотря на эти характеристики я уже сбивал с ключевыми фразами вот и там очень хороший качество получилось несмотря на то что это элементарно вот так про внутренний конвейер я уже говорил так интерактивное решение ну ребят интерактивное решение в принципе вы уже видели да то что вот например я по яндекс метрики я вам буквально там за 5 минут показал ну там видео идет полчаса но по сути сам контент вот что достаточно просто оттуда все выгрузить да и вот это как бы ну хорошая просто иллюстрация возможности вот этого пункта интерактивное веб решение да интерактивность именно то что вы можете какие-то внешние данные очень быстро забирать вот API можете да там яндекс директ гугл адвардс гугл аналитикс яндекс метрика не важно любые другие оптимизация в онлайн режиме ну наверное я имел ввиду что очень быстро вы можете внедрять какие-то если у вас есть какие-то идеи да там либо у вас перенастроить вы хотите это можно все ну очень быстро делать сокращаем рутину это понятно да построение смарт-решений ну смарт-решения да это уже как бы это у вас есть какие-то ноу-хау которые вы только знаете да например ну это вот вы догадались до них или вам из опыта взяли вот и вы можете ну например знаете что там ну какой-то не знаю какой-то фактор влияет очень сильно там на что-то да например вы можете то есть вот этот фактор уже как бы в своих процессах учитывать больше веса ему придать еще что-то для чего мы делаем то для чего мы сокращаем рутину да то есть просто так ее глупо сокращать то есть ну просто чтобы потом сидеть плевать в потолок это как бы не самое лучшее как бы решение да вот но всегда хочется больше свободы времени вот но все-таки если мы говорим про рабочее время да для чего мы это делаем для того чтобы у нас больше времени было на другую работу то есть работа связана не с работой руками там с ручной там чисткой каких-то слов да еще на что-то на что мы можем больше времени на аналитику креативить какие-то гипотезы выдвигать проводить проводить тесты причем можно тесты как раз я тоже говорил автоматизировать тоже желательно автоматизировать можете время свободно потратить на обогащение данных то есть добавить какие-то данные с CRM подтянуть это вы можете кстати сделать все по API если у вас по API там работают какие-то CRM вы можете это прямо в питоне подтягивать и это не так сложно делать можете обучать там дополнительные факторы то есть вашу модель уже обогащать какими-то внешними данными например на Википедии и так далее и так друзья заходит понятно я понимаю что это как бы что-то элементарно но нужно все равно это как бы иметь это в пунктах так идем дальше для выгод видите сколько выгод получается структурирование мозгов ну это уже знаете я считаю что это очень важно на самом деле просто начать программировать каждому вообще начать хотя бы чуть-чуть научиться программировать реально у вас мозги начнут просто по-другому работать вы будете сильно эффективнее взаимодействовать с техническими специалистами сильно эффективнее будете например делать презентации да если они связаны с каким-то процессами с какими-то критериальными моделями вы будете гипотезы уже в критериальном выражении выдвигать да то есть не просто где-то ну хочу что-то там чтобы было зашибись да наверное видели это видео горшка из короля где он говорит это да что все смотришь и зашибись да вот это плохой плохой критерий вот то есть ну то есть должен быть критерий то есть и вы вот когда вы начнете прокачиваться по программированию у вас это просто на автомате будет понимаете то есть это такая как бы косвенная выгода да вспомогательная но она на самом деле я считаю что она даже иногда может перевесить основной то есть если вы например руководитель да если у вас есть уже команда да либо вы работаете в команде где уже это отдано там техническим все равно то есть вы руками не будете работать но при этом то что вы умеете можете сделать там хотя бы примитивные какие-то штуки это вас прокачает вот реально это очень большая выгода именно такая косвенная выгода от программирования да структурирования мозгов давайте по конкретике да то есть разработка алгоритмов различных продумывания признаков моделей вот это есть даже такое очень большое направление да в машинам учения фича инженера то есть проектирование или конструирование признаков да то есть вы должны не просто модель какую-то придумать вы должны как бы именно продумать какие признаки на каких признаках вы хотите чтобы она обучалась и так далее дальше поиск драйверов модели ну это понятно да то есть как бы вы должны найти некие скажем так факторы которые которые работают да ну за счет которых получается там тот или иной результат разговор на одном языке возможность искать чужие решения тоже такая вот выгода я считаю что если уже есть готовое решение да ну даже не то что чужие готовые я бы сказал итак мы опять идем по выгодам да то есть возможность работы с любым инструментом то есть мы сейчас как бы говорим про диджитал рекламу в широком смысле социальные сети поисковики месседжеры контекстная реклама таргетированная реклама медийка неважно в принципе если вы владеете программированием вам на самом деле с одного на другой инструмент переключить достаточно просто например вы научились по API работать с Яндекс.Директ вам сказали надо ВКонтакте да вам переключиться достаточно просто открыли документацию посмотрели видео есть неплохой курс да по СММ питон для СММ специалистов Сергей Шмаков автор найдите вот тоже посмотрите то есть достаточно все ну то есть доступны вам в общем любые инструменты то есть у вас сразу ну спектр расширяется и сознание так ну проще отнес построение дашборд но дашборд да это вот важная штука то есть я думаю что все должны приходить к тому что в конечном итоге будете приходить на работу запускать кнопочку ран да и получать некий визуальный срез вот и тут же уже можете делать какие-то выводы там по сегодняшнему дню там неделя там месяц и так далее вот то есть ну постоянный контроль то есть у вас вырастет уровень контроля потому что вы когда вы там сидите думаете как почистить слова да контроль скажем так стратегический контроль да там или так тактический контроль ослабляется вот если вы настроили дашборд да у вас есть как бы время на то чтобы вы занялись то есть вы выделили время на что заняться стратегической какой-то да там сессией вот ну как бы это важно построить некий дашборд дашборд все понимают что такое некая панель управленческая где всякие статистические показатели какие-то ну то есть то есть то что на основе чего делать управленческое решение ну и расчеты рентабельности роя да все любят вот это слово роя да они все понимают что это значит для чего оно вообще вот но как бы экономику тоже сплести да вон уже скинули вот тоже курс я рекомендую СММщиков обязательно всем остальным опционально итак давайте немножко кейсы но кейсы может они не очень в тему этой презентации но они мне нравятся вот ссылочки я вам как бы вот презентации они все будут да то есть можете пройти например американская сеть Target определила беременеть снасилетней школьницы в чем фишка вот этот Target она по сути у них была модель которая предсказывает покупки будущие покупки на основании прошлых покупок например на основании чего они увидели девушку это непонятно потому что модель работает на самом деле ну чаще всего работает бесконтрольно то есть ее просто настроили да она оптимизирует какую-то функцию какую-то метрику да то есть это по сути ну просто функция вот и соответственно если они видят например что девушка начинает ну например какие-то соленые огурцы покупать да чаще в два раза чем она делает это обычно ну условно да соленые огурцы то через в среднем через три месяца она начнет покупать памперсы вот ну то есть у них есть какая-то статистика это просто статистические закономерности вот и фишка в том что отец как только компания начала рекламировать вот этой девушке 70-летие присылать ей предложения да вот эти детские питания и так далее отец подал суд на этот на этот таргет да он сказал что как моя 17-летняя дочь может как бы быть беременна это все как бы полный бред и компенсируется мне моральное страдание вот но оказалось действительно девушка беременная да то есть по сути сеть продуктовая да лучше знала об их жизни чем они сами вот там иск отозвали конечно там извинились все дела вот ну то есть чтобы вы понимали причем это кейс насколько я знаю ну он 10-летний давности что-то что-то в этом роде это не вчерашнее это не нейросети то есть это просто по сути статистическое какие-то там модели вот еще очень мне нравится вот этот кейс из книги чего стоят их советы консалтер как он есть Оше Джеймс Оше ну вообще я вам рекомендую про консалтеров читать я читаю книги списками да то есть у меня какая привычка я просто составляю список по какой-то теме и потом книги прочитывают у меня достаточно много читаю поэтому расширяешь кругозор просто интересно бывает вот по консалтингу тоже книг 10-15 я прочитал вот мне понравилось вот этот как бы кейс такой из этой вот компания Bain я вообще Bain считаю самой крутой компанией из консалтеров провела провела подробный анализ направления шотландского виски и в цел в целом и Bels в частности когда мы после приобретения Bels рассмотрели имевшуюся у них внутреннюю информацию то обнаружили что благодаря проведенной Bain работе знали о Bels гораздо больше чем они сами так ребят представьте они наняли компанию консалтинговую которая должна была оценить стратегическую целесообразность покупки другой компании которая производит виски и фишка в том тогда еще не было Data Science не было в том виде в котором сейчас есть не было вот этих вот инструментов нейронных сетей это 80-е по-моему годы 80-е может быть начало 90-х вот то есть консалтеры по сути они что делали они брали газетные всякие вырезки они анализировали ходили по магазинам они копались там в мусорке брали чеки и так далее просто собирали всю информацию и в итоге они построили модель компании которую оценивали компании мишень и как бы знали о ней больше чем сама компания понимаете такой разрыв то есть руководство компании которые которые они управляли да которые там знали все внутренние всю внутреннюю информацию да там управленческую учетность и так далее они состояние компании понимали хуже чем соответственно консалтеры которые там за несколько месяцев собрали информацию вот и соответственно сегодня уже при помощи big data data science еще там компьютер science вот в принципе можно ну если компания публичная да если компания какая-то там активность то есть сейчас это заменится на активность в соцсетях на активность по сайту да и так далее то есть в принципе вы можете уже некие подобные схожие подходы уже сегодня применять тоже в бизнесе но это уже больше конечно про управленческий учет да про стратегию и так далее вот но мне очень нравится вот этот как бы вот этот фрагмент из книги так ну вот у нас идет нейронная сеть pix2call создает html код по картинке то есть ну это в принципе уже как бы старая тема по-моему даже обновленная они какую-то выкатили вот просто презентация я делал в начале года вот поэтому какие-то примеры могут быть не супер новые вот еще вот очень крутая статья что супер 147 супер корпорации владеют 40% активов то есть это было исследование в 2013 или 2014 году короче решили проанализировать кому же в конечном итоге принадлежит большинство капитала в мире вот использовалась база данных там во всяких там перекрестных владениях и так далее в итоге пришли к тому это мы сейчас говорим о мощи вот этих больших данных по сути на основе открытых данных можно собирать то есть очень крутую информацию вот то есть оказалось что есть 147 супер корпораций которые владеют 40% мировых активов и скорее всего это еще больше цифра это к любителям загоров и так далее то есть на самом деле это все фактами подтверждается недавно было еще одно исследование семей семьи элитная элита венеции проанализировали список фамилий тех кто был вот этих самых богатых венецианских семей 500 лет назад и сегодня и оказалось что там по-моему что-то 97% одни и те же семьи вот то есть это в принципе то есть ну как бы к вопросу о информации да то есть то что то есть работать с информацией это очень круто итак друзья слышали нет что-нибудь про такие кейстики просто я мне иногда хочется какую-то информацию дать но я не знаю именно в какую именно презентацию ее лучше засунуть поэтому могу вставить ее как бы немного не в тему но это на самом деле про работу с информацией вы почитаете это интересно я считаю что это интересно так ну давайте немножко здесь на самом деле я не так много я по-моему дам больше книг в следующей презентации в следующем вебинаре мастри да то есть вот азбука системного мышления это медаус да вот это очень крутая дама да она знаете она для элиты для американской готовила исследования там пределы роста слышали может быть да если вы интересуетесь конспирологией вот такой вот темой знаете там масоны и все дела то вы возможно слышали что был доклад да об ограничении количества жителей планеты да то есть чтобы там то что там золотой миллиард все дела вот эти вот вот и вот эта вот дама она была в команде которая готовила вот это вот для Бзежинского да там для Генри Киссингера вот это вот там трехсторонняя комиссия или как они называются доклад вот этот вот пределы роста вот и она выпустила книжку называется азбука системного мышления очень крутая рекомендую абсолютно всем кто в принципе с данными она ну не сложная она именно так метафорично написана мне понравилась в принципе пирамиды Минта это чтобы это Минта это ну коп я бы нет я бы этот мы давайте мы немножко это не будем в конспирологию ударяться наша задача немножко другая она сейчас у нас сейчас инструменты важны да то есть вот просто я говорю что это медаус это не это не просто знаете как это инфобизнесовская инфобизнесовская какая-нибудь книжечка непонятная то есть это за ней стоит серьезно достаточно ребята дальше принцип пирамиды Минта Барбара Минта она по-моему была то ли директор по коммуникации то ли что-то такое в Макинзе да вот и в общем если вы хотите структурно научиться излагать мысли тогда обязательно это бывший Макинзоид Барбара Минта рекомендую вообще в принципе все что с Макинзей связано да в принципе всегда интересно всегда круто вот то есть можете просто заходить читать их неотчеты какие-то там на сайте вот это сильно лучше чем если вы будете читать там кейсы про котов каких-нибудь да смм смм так дальше шаблон бизнес-моделей ну это больше бизнесовая конечно уже Островальдер Пеньен говорим на языке диаграмм да вот этот вот товарищ это директор по визуальным коммуникациям Макинзе вот если вы хотите вот немножко научиться графике да разбираться в графиках строить их понимать когда какой график выгоднее ну как бы уместнее да информативнее вот это очень крутой чувак Джин Желязный говори на языке диаграмм ну и я думаю что все эти книжки можно скачать если кто-то не хочет покупать или там не хочет ждать пока привезут вот то есть в общем это это про развитие концептуальных навыков я другие книги дам в следующем вебинаре там уже будут прям технические то есть именно такие конкретные чтобы прям сесть и начать уже матчасть изучать да это больше про общее видение более широкое да на сегодня вебинар вы видите да широкое видение маркетинга поэтому я широкие широкие книги и даю вот ну и я рекомендую настоятельно чтение научной фантастики на самом деле я начал читать научную фантастику потому что Илон Маск в каком-то интервью там посоветовал что научная фантастика она развивает сильное видение да то есть в принципе вот Станислав Лем обязательно читайте сумма технологий хотя бы одну книжку прочитайте очень круто написано человек в 1967 по-моему году книжка вышла он прям расписывает виртуальную реальность нано роботов то есть представляете да 67 год как бы тогда была прям супер энтузиазм относительно новых технологий да все думали что там скоро будут там на автомобиле с ядерными реакторами фанаты игры Fallout примерно понимают да вот эту вот атмосферу вот соответственно вот Станислава Лева читайте Isaac это основание очень крутая трилогия так давайте сейчас закончу слайд Isaac Станислав Лен Isaac Азимов Роберт Хайлайн Роберт Хайлайн это Луна суровая хозяйка да очень круто написано чужак в чужой стране я вот рекомендую куда вот Луна суровая хозяйка там про искусственный интеллект по сути да там был Майк искусственный интеллект и очень круто мне понравилось чужак в чужой стране чужой стране чтобы понимали это по-моему единственная научно-фантастическая фантастическая книга которая рекомендована библиотекой Конгресса США что-то вот такое то есть у нее какая-то то есть она такой культово считается на западе вот и в принципе ну обязательно надо ее прочитать я считаю на самом деле вы когда начнете научную фантастику читать у вас начнут мозги немножко растягиваться да вширь то есть вы будете ну и вшире в глубину там то есть немножко будете ну смотреть на вещи более широко вот Питер Уоттс но Питер Уоттса я еще не читал но у него есть книжка ложная слепота это считается один из самых сложных романов и один из самых ну таких короче очень крутых романов за последние научно-фантастических за последние там несколько лет один из самых сложных но он очень большое внимание уделяет достоверности то есть да то есть если вы хотите посмотреть как ну в виде не мера скажем так формируют люди которые разбираются в будущем и так далее в технологиях современных обязательно прочитывать чем пользуюсь структуризация информации что такое структуризация ну я пользуюсь Evernote я пользуюсь Trello я пользуюсь Gmail приложением стандартным не на самом деле я возможно запишу небольшой курс по тайм-менеджменту ну тайм-менеджмент и вот именно как бы я больше для себя Dropbox то есть да у меня в Dropbox папочки структурированы там по проекту по темам и так далее я как бы стараюсь я могу построить майн-мэп какой-нибудь если ну в общем я подумаю то есть возможно я говорю такой небольшой курс выпущу просто покажу где какие инструменты где ну больше для себя просто чтобы за это не забыть так ну давайте последний слайд смотрите развитие специалистов да пути развития специалиста вот не знаю не знал я его куда вставить я думаю что его все-таки то есть хорошо как бы конечно там фантазирует про будущее но надо нам определяться грубо говоря куда я то пойду да куда где не интересно где есть где есть перспективы где будет интересно ну как я это вижу то есть здесь абсолютно субъективная точка зрения да то есть вы можете конечно путей бесконечное количество да вариантов жизни вот но вот если мы говорим про специалистов грубо говоря по контекстной рекламе то есть вы сегодня ну там позиционируетесь более-менее как технар то есть работаете в Excel и так далее вот ну первое это стать ну там или быть крутым технарем но это путь очень ограниченного количества людей это разработка собственностью инструментов очень высокая квалификация это уровень когда вы не пользуетесь чужой библиотекой а вы можете библиотеку сами как минимум перебрать чужую если вы чужой да например заточить под себя причем не только на питоне на языке там C да C++ на языке Ява то есть вы можете скажем так у вас великолепная там математическая подготовка этих людей надо понимать что их в мире не так много в принципе да то есть крутой технар и для большинства наверное этот путь как бы заказан дальше идет многостаночник вот это вот уже более да многостаночник он владеет многими инструментами там под разные задачи но если мы говорим про питониста да то есть человек который пишет на питоне он может сделать систему какого-нибудь компьютерного зрения он берет уже готовые решения склеивает их делает какие-то гибридные штуки то есть да там сцепляет данные там по опишке там либо еще как-то то есть он может там хотя бы несложно там ну и ровную сеть написать он может сделать например там классификатор текстов кластеризатор текстов то есть такой причем мы говорим ну про уровень программирования ну там 5-7 лет то есть здесь да здесь он как бы пишет достаточно эффективные алгоритмы но он не крутой технарь то есть вы должны понимать что крутой технарь это ну крутой технарь он скорее всего работает с крутой компанией в принципе это его главная будет заключительная черта вот а многостаночники это таки более сильно более массовый сегмент да вот и у них главное отличие в чем они свой код вот именно такой код не пишут низкоуровневый они работают уже с готовыми библиотеками модулями и так далее то есть таких людей все больше и больше будет становиться ну потому что ну зачем становиться человеком который пишет код который уже написан и эффективнее скорее всего вы не напишете да ну смысл смысл теряется вот а но он при этом очень хорошо разбирается где может изучить досконально документацию может посмотреть оптимизировать где-то что-то если там как-то не так работаю и так далее вот дальше идет человек клей да назову не знаю как назвать не люблю я конечно такие термины вот то есть что он делает он разбирается средне в технарстве я считаю что это большинство путей ну тех кто будет смотреть эти видео это большинство то есть высокой вероинности вы именно этим будете он умеет программировать он умеет сам программировать даже умеет там что-то делать но при этом он средний все равно уровень он не может оптимизировать например да и хорошо разбирается в бизнес контексте и может их связать то есть он может он знает в бизнесе какое-нибудь узкое место дыру знает вот он понимает технологический контекст он знает что там такую-то дыру можно закрыть каким-то решением да он ну то есть примерно понимаете но продакт не знаю здесь вот я с продактами не работал с нормальными это именно то есть он с одной стороны может говорить с бизнесом например с продажниками да есть продажники сидит отдел продажников на телефонах круглосуточно и он с ними в принципе может говорить причем они его понимают хорошо он знает что такое ROI он знает что такое там какой-нибудь boundрей там не знаю что-нибудь там какие-то термины из продаж из бизнеса из управленческого учета из экономики и так далее он в принципе он в бизнес-контексте он реально разбирается но при этом он с технарами разговаривает нормально потому что он сам может написать код какой-то несложный в принципе это сильно его как бы он и с теми и с теми то есть да вот такой некий промежуточный продакт ну возможно продакт но продакты мне кажется продакты больше в маркетинг продакты больше в маркетинг продакты не любят технарство ну они как правило приходят и очень часто не могут даже сформулировать нормально то что они хотят вот в моем понимании именно клея почему клей потому что они вот ну да есть продакт продакты есть продакты да там вот ну вот я все-таки вижу что это продакт но с крутыми технарскими скелзами да то есть обязательно вот здесь вопрос такой здесь вот здесь вот да клей да ну вот это самое тоже интересное для всех быть сегмент обязательно технические скелзы вот если у вас нет технических скелзов то вы там можете быть проектом продактом там каким угодно гуманитарием и так далее вот вот в моем понимании клей должен обязательно технарске шарить причем вот это требование чтобы вы разбирались технарске они будут возрастать вот просто на самом деле иначе смотрите если вы не разбираетесь с технарске вот тогда получается нужен еще один человек который потому что технар он все равно не будет как бы в бизнес погружаться да сильно глубоко тогда получается зачем вы тогда если вы не можете вот здесь такой вопрос то есть посредник желательно чем меньше вот этих передаточных звеньев посредник должно быть меньше вот если их много тогда значит кто-то из них лишний вот то есть я считаю что то есть прокачан бизнесовые какие-то эти бизнесовые понимания в первую очередь понимание статистики понимание каких-то математических основ понимание технических ограничений то есть да вот это все про этого человека так смотрите вот те кто например хочет технарем быть да ну наверное есть какие-то люди но при этом вы сейчас не хотите или вообще не хотите или просто сейчас не хотите там изучать машинообучение data science deep learning computer science участвовать в соревнованиях по машинному учению кейгл то вот я считаю что это такая метафоричная попытка значит ехать на мертвой лошади да то есть все если вы если вы просто как бы хотите сидеть и там переборы какие-то делать не знаю матрицы там перемножать просто ну там то это тупиковый путь то есть нужно ну нужно прикладные какие-то то есть именно делать это в приложении к какой-то задаче вот я считаю что вот самый лучший если вы вот вы говорите вот мне технарцы нравятся я технар ну вы должны с первого дня изучать все вот эти вот купить себе книжки по data science машинному обучению по глубокому обучению по нейронным сетям и даже если вы не очень понимаете вот прям с первого дня начинать их изучать вот иначе у вас технарский путь как я говорил что программисты вот такие которые любят правила и так далее они не нужны будут ну просто будет человек который хорошо программирует но не может это применить да ну как ну как сказать не понимая да контекст приложения своих этих решений ну этот человек он сильно ну будет просто либо недооценен либо его просто не будет на той роли в той должности вот а те кто на бизнес ориентирован вот соответственно ну как здесь бизнес здесь бизнес да все равно имеется ввиду нечистый бизнес да там продаж и так далее имеется ввиду как бы люди которые бизнес плюс технарь да бизнес бизнес технари или техно бизнесмен там не важно вот все-таки здесь надо научить необходимо изучать технологии вот просто еще раз подписывайтесь на телеграм-каналы на технологические их очень много да там на 50 подпишитесь вот и просто читайте то что приходит вам эти пуш-уведомления там нейронные сети какое-то технологическое там текранч да что-нибудь еще то есть и просто смотрите какие технологии да там какие-нибудь гиковские каналы вот и смотрите просто в таких контекстах вот через там пару месяцев вы уже будете сильно у вас горизонт сильно расшириться вот ну как-то так вот пока я вижу так вот то есть крутой технарь некий многостаночник и такой клей ну это то есть это мы говорим про людей которые что-то плюс там технарство да то есть нечистых бизнесменов ну и конечно прокачивайте экономику экономику то есть клею вот этому да клею то что называется ему нужна экономика ему нужна статистика по статистике я дам в следующий раз крутую книгу ссылку я дальше технологический контекст понимание для какой задачи какой инструмент должен желательно понимать ограничения того или иного инструмента желательно уметь все это визуализировать желательно уметь все это концептуально ну как бы формулировать критерии желательно уметь как бы результаты интерпретировать ну и так далее то есть такой некий человек ну говорю я поэтому его называю потому что он должен именно склеить там техническую часть бизнеса с бизнесовой так друзья рекомендации по каналу ну давай я его просто открою название тебе скажу ну в первую очередь ты на PPC сайт подписывайся там пока правда нет особо ничего но скорее всего будет так я сейчас открыл свой телефон да и у меня тут же первый канал Mesh нет на Mesh я не рекомендую подписываться сейчас скажу а ну вот TechSparks TechSparks Tech ну Tech или TechSparks это Андрей Себранд это директор по маркетингу Яндекса он ведет свой канал очень крутой по всяким технологиям современным код Дурова да неплохой канал так ну здесь мне надо еще будет почистить наверное по контекстной рекламе кстати реальный директ есть канал виси 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 есть веб magic ну знаете может быть когда-то сделаю подборочку Digital Хейтер неплохой канал искусственный интеллект может быть сделаю когда-нибудь подборочку посмотрю то есть надо какого вначале мне их штруктурировать информацию так не понял это вопрос или что по Алексею селезневу я вам не рекомендую язык прокачиваться то есть если вы сегодня не знаете вот вы сегодня с нуля стартуете вы не знаете ни р не знаете не питон я рекомендую питон а понял все ну окей вот видите р для маркетинга ну я вот если такой специализирован то я не рекомендую р ну р достаточно статистическая такая штука то есть она ограничена наверное вы ну как бы ну наверное вы сделаете какой-то конвейер но в любом случае вот я я вижу что вы на том же джипайтере да там используя питон в очередь но можете сделать лучше так давайте еще вопросы знаете хотелось это когда некоторые по десятибалльной шкале да но я считаю что это вообще полное это полный трэш да спросить у людей по десятибалльной шкале что-то оценивать лучше 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 бинарная система заходит не заходит вот это на мой взгляд более 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 точно R еще раз R это язык для статистиков у него он очень прокачан по статистическим но вы можете просто в питоне взять библиотеку статистическую вот там например например и просто использовать вам все равно для вашего уровня будет более чем достаточно тут нет наверное надеюсь профессоров по статистике нет даже не думайте питон все даже без вариантов R смотрите R например ну какие-то графовые решения там например анализ графов если вы анализируете там 5 миллионов пользователей вконтакте у вас есть какая-то база вы хотите графовые решения то может быть может быть R будет более продуктивным но понимаете если у вас такая задача возникла у вас и уровень уже совсем другой вы уже понимаете так еще вопросы давайте так и вы напишите если нет вопросов то минус тогда и мы этот как его закончим так книги книги я говорил что будут в следующем вебинаре ну должен же быть какой-то стимул поучаствовать нет ну просто они в другом другой презентации видите у меня презентация так условно достаточно я разделил слайды тренинг еще раз тренинг когда проверяющие найдутся вот если у тебя есть на на складчике модератор или организатор статус давай я тебе дам как проверяющий доступ к информации я к сожалению не могу ускорить давай так я вот почему я выбрал данный ресурс я в следующем то есть следующий следующий следующая презентация будет называться презентация проекта там я немножко больше раскрою про проект про книги которые можно заранее до начала проекта прокачивать я вам рекомендую начаться прокачивать до старта курса не нужно ждать заказать книжки там или скачать записаться там на курсы на дополнительные да это я вам ссылки дам вот и начать просто прокачиваться когда курс стартанет ну значит вы будете уже у вас будет уже задел у вас будет уже некий бэкграунд и вы будете просто у вас сильно проще это пойдет это будет только ну вот если например завтра проверяю появляются три проверяльщика они за один день все проверяют значит послезавтра начнется но такого не будет поэтому там единственное там видите там у них достаточно такая система ну на мой взгляд она немножко затянутая не ну я сейчас пока я пока качаться надо ну как книгами да я считаю книгами курсами книги курса я дам на следующем презентации презентация готова я наверное дам ее в ну я посмотрю даже может быть завтра проведу то есть у меня сейчас задача сделать три вебинара как можно быстрее закрыть соответственно чтобы эти вебинары по сути ответы на вопросы те кто пойдет на курсы или там проектом интересуется и так далее вот это собственно вот сейчас как бы ответы на вопросы многие вот следующая презентация будет просвещена проекту то есть что про что проект почему там на такой-то площадке там зачем зачем он мне нужен там и так далее ну то есть на все вопросы постараюсь ответить тренинг ну в мае уже навряд ли так скажу в мае уже у нас середина в мае навряд ли но в принципе если вот в июне посмотрим здесь надо сейчас это постараться конечно там найти товарищей и уже отдать на проверку и так еще вопросы так хотел за 40 минут у нас уже час 50 без перерыва но просто смысла не вижу перерыв два часа можно посидеть запись ну может быть сегодня может быть завтра